Сейчас я покатал Indian Scout. Это единственный мотоцикл с жидким охлаждением двигателя, с водяным. Рама сделана интересно. Рама и радиатор установлен прямо внутри рамы. Двигатель литровый, 1,1 литра, 1,1,3,3, если быть точно, кубических сантиметров. Очень отлично тянет. С любых оборотов просто вырывает вперед. Не важно, сколько у тебя до этого было оборотов, 2000 или даже 1000 с копейками. Чуть только ручку накручиваешь и потянул вперед. Классная машина. А если держать где-то около 4000, вообще классно идет. В любой момент можно повернуть и рвануть вперед на любой скорости. Единственное, что мне не понравилось очень сильно, это тормоза. Тормоза однодисковые и какие-то они деревянные мне показались. Но вот не тормозит и все мотоцикл. Хотя диск вроде такой могучий достаточно, большой. Весь мотоцикл, оформление очень мне нравится. Такое внимание к мелким деталям всяким. Но почему-то в одном месте, прямо вот так вот, аглии совершенно. По-дурацкому торчат провода. Что за фигня, не знаю. При том, что у Скаута двигатель 1,1 литра. Не мелкий такой двигатель, как у старых Жигулей. Почти. Его бак всего лишь 12 литров. Я не знаю, у меня на Ниндзя, которая 300 миллилитров, у нее бак 17 литров. Я не знаю, какая дальность будет у этого Скаута на таком двигателе. На таком баке. Кожанное сиденье достаточно удобное, но не то чтобы очень мягкое. Но и не деревянное совсем никак на Ниндзя, на моей. Из настоящей кожи сделанное. Так, умеренное сиденье среднего класса. Вибрация. Двигатель вроде высокооборотистый. Красная зона у него с 9 тысяч начинается. Но, где-то начиная с 4 тысяч, уже чувствуется мелкая вибрация сквозь сиденье. Не то чтобы сильно оно жужжало в задницу. Я не знаю, как оно будет на длинных поездках. На Скауте можно поменять вот эту часть подножки и вынести ее либо вперед, либо назад. Но для этого надо покупать вот эту штуку, само крепление отдельно. То есть, его нельзя просто передвинуть, его надо покупать отдельное крепление. Для того, чтобы удобнее было с более низкорослым. Или с более длинными ногами. наездникам ездить. Руль тоже меняется. Его можно для более низкорослых или для более высоких наездников установить. Но это отдельный руль. Нужно покупать. Для укороченного варианта также третий элемент отдельный делается. Это сиденье. Видно, что сиденье для укороченного варианта немного резче загнуто вперед. Как бы подталкивая водителя ближе к баку. Вот это стандартное сиденье. Scout очень маленький и компактный мотоцикл по сравнению с остальными моделями мотоциклов в Индии. Когда к нему подходишь, его сиденье, ну прямо ниже пояса, чуть ли не на уровне колена. И так и хочется забросить ногу и сесть на этот мотоцикл. Дело в том, что как только забрасываешь ногу и садишься, колено, обратная часть колена упирается прямо в горячую трубу. Поэтому надо быть осторожнее. Это единственный мотоцикл в линейке, в новой линейке Индиан, который имеет ключ. Все остальные без ключа. Всех остальных. Стартер кнопочный. Не стартер, а как в машинах. Как он? Фоб называется. Поэтому включаем ключ. Холостые на тысячи. Особые вибрации не чувствую на холостых. Сидушка умеренно жесткая такая. Я бы не сказал, что бы уж совсем как диван. Я бы не сказал, что бы уж совсем как диван. Стало слово крыма. Подвеска довольно жесткая. Меня так на спидбампе подбросило не слабо. 3.300 уже чувствуется, что маловато ему. Его надо держать где-то 4-5, наверное, тысяч. Я не вижу индикатора скорости. Несколько неудобно, потому что я уже забыл на какой скорости. Ну-ка попробую еще выше переключиться. О, казалось, я был не на последний. Наверное, это была пятая. Да. Сейчас я еду на шестой. 100 километров в час. У меня всего лишь 3400 оборотов. При этом мощности достаточно, чтобы на шестой крутануть ручку газа на сотне и сразу же он рвет вперед. Коробка очень легко работает. На пониженную переключился, как по маслу. Сначала показалось, что первая скорость короткая. А сейчас смотрю, я на ней до 60 километров в час разогнался. Сейчас еду на второй. Где-то 50. Он так бурчит, расслабленно. Чуть больше 3000 оборотов. Неужто это действительно вторая скорость? Блин, не хватает индикатора скоростей. Да, это была вторая скорость. Поворот такой легкий, непринужденный у него совсем. Отличный двигатель. Немеряное количество тяги. На любой скорости можно ручку газа повернуть и начинать тянуть. Сразу же. Тормоза что-то мне не очень... Как-то он слишком вяло тормозит. Пока что единственное, что вот я вижу, что меня не радует в нем, это тормоза. Тормоза вялые. Скажем прямо. И какие-то немного деревянные. Приятные поворотики, но их бы так побыстрее проходить было интересней. Отлично тянет, вообще вырывает аж из рук. Скаут можно купить в трех вариантах, отличающихся по длине. Укороченный, стандартный и более длинный. Для моего роста 173-174 см. И длинный ног. По штанам у меня 30, я покупаю джинсы размер по длине. Наверное, больше бы подошел укороченный вариант. Сейчас я еду на стандартном. Не испытываю каких-то проблем. Очень легко достаю и до тормоза, и до переключения передач, лапки. Но если бы чуть ноги поближе были, было бы удобнее. Но опять-таки не исключаю того варианта, что мне просто удобнее по привычке на более стандартном сидеть, чем с вытянутыми вперед ногами. А даже на стандартной длине посадки, я вполне себя комфортно чувствую. Тормоза, тормоза что-то как по дереву тормози. Двигатель работает с интересным присвистом, как будто турбина в нем стоит. Не знаю, хорошо или плохо, но по крайней мере необычно, это точно. На 4000 см. Жужжит куда-то в задницу, да, чувствуется. Ножка совсем рядом, удобно для коротконогих людей типа меня. Когда мотоцикл стоит наклонен, я касаюсь ногой прямо вот этой трубы. Причем явно касаясь, а жжет, е-мое, ногу. Поэтому тут надо быть осторожнее немножко.